Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В кадре у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ножей. Такой вот новый красивый фон у меня, замечательный, серьезный тактический фон. Сейчас на вашем экране тут ссылочки расположены на дружественные мне каналы, интересные ножевые, не только каналы. Заходите, смотрите, подписывайтесь, подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья вконтакте. Ну а мы собственно начнем наш разговор сегодняшний. А что я собственно поговорить-то хотел сегодня? Был в наших иркутских ножевых магазинах. Начал ловиться на мысли, что не так уж и просто мне какой-то новый нож выбрать, чтобы именно он как-то понравился или что-то. Не так уж и просто. Ну и в общем-то сегодня хотел я поговорить о параметрах, по которым мы выбираем нож в порядке приоритета. Расставим их сейчас будем от самого важного к наименее важному параметру идти. И первым параметром для меня является это геометрия клинка. Это наиболее важный параметр. Нож в принципе даже если у него неудобная рукоять, как-то низкое качество изготовления, но если он имеет удобную геометрию клинка, им все-таки можно будет работать. Это все остальное не так важно. Если у ножа нет нормальной какой-то геометрии клинка, то вы не сможете им работать, что-то резать. Просто я насмотрелся сегодня на те чудеса ножевой техники, которые показаны у нас, выпускают тут фирмы всякие. В общем, что, ребят, хочу сказать. Наиболее важный параметр, по которому мы выбираем нож, это геометрия. Например, вот Викторинекс. Замечательно режет продукты. Но тут еще, кстати, что хочу сказать. Стоит учитывать и такой фактор, для чего вы, собственно, хотите нож применять. Будут это работы по дереву или работы по продуктам, либо мясо, разделка. Ну, все-таки бак у нас 110-й складной охотничий нож, и мясо он режет просто замечательно. Либо это какой-то будет универсальный нож. Такой, такой. В общем-то, ну, то есть геометрия у нас является наиболее важным параметром. Наиболее удачные геометрии, в принципе, сейчас вы видите на своем экране, по продуктам, что я рекомендую. Опинель замечательно режет. Если вы видели мое видео, где я его протравил, добавлю вот сюда или сюда. Ну, куда-нибудь добавлю сейчас ссылочку, короче. И просто я до этого резал продукты. Ну, спайдер, команникс, ну, нормальный нож такой, в принципе, достаточно неплохая геометрия. А потом просто после травления взял вот этот вот опинель и начал резать продукты. Блин, ну, небо и земля, елки-палки. Ну, зато вот этот, как бы, он покрепче. Ну, в общем, ребят, из своего опыта, то есть наиболее резучие по продуктам, это викториноксы, опинели. Ну, в принципе, Мора 2000 тоже достаточно неплохая. Антайер 1 неплохо режет. Ребята, ломики. Ну, складной нож это хорошо, когда он лом. Ну, в последнее время как-то толщина клинка более 3 миллиметров, я считаю, что она ну, совершенно ни к чему. С складным ножом, вряд ли вы будете долго делать какие-то силовые работы, вряд ли вы возьмёте, там будете долго-долго срогать дерево. Ну, банально, потому что это складной нож, всё равно у него эргономика рукояти не такая удобная. Ну, то есть, первый параметр давайте выведем аксиому. Это геометрия клинка. Не будет хорошей геометрии клинка, грамотной. Не будет нож резать. Ну, вот даже возьмём викторинокс. Ни одного ножа тактического у викторинокса складного нет. Ну, почему? Ну, они достаточно своеобразно этот вопрос решили. Чтоб что-то, например, ковырять. Какие-то деревяхи, как у нас любят. Вот, пожалуйста, шило. Бери, ковыряй. В общем-то, чтоб что-то поддеть, как любят у нас некоторые остраём ножа. Причём, пытаются тест устраивать. Берут антарер от 11 вот с таким вот остраём и начинают дерево ковырять. Конечно, она сломается. Ну, вот в викториноксе есть такая вот отвертка-фомка, чтоб что-то поддеть. И она в любом случае будет удачнее, чем остраём ножа. Если, конечно, это там не реконтанта и подобные ему. Чтобы открывать консервы. Открывашка для консерв с отвертками, кстати. Многие остраём ножа пытаются и винты открутить. Тут есть полноценные отвертки. Если батонить надо, возьмите такой же нож, только с пилой. Пожалуйста, пилите. Совсем не обязательно иногда батонить. Ну, то есть, ребят, геометрия, например, вот этой, ну, думаю, несколько сот лет. Викториноксе уже около 100 лет выпускается БАК, 50 лет истории, Пиннель. Ну, достаточно долго все эти ножи. Я точных цифр сейчас не буду говорить. Думаю, это и не важно. Ну, они, в принципе, выпускаются и не меняются. Поэтому вот наиболее удачные геометрии какие-то. Ну, опять же, всё зависит от задач на самом деле. Дальше у нас. После геометрии клинка второй по важности параметр это эргономика рукояти, которая позволяет нам не только работать ножом эффективно. Ну, и поэтому работать ножом становится удобно. Вы сможете долго резать ножом. Если без хорошей геометрии клинка грамотной как бы нож вообще не может существовать, то, в принципе, рукоять является второй после этого. Ну, вот, для примера возьмём Мора. Деревом, по сути, можно строгать и строгать дерево. Да хоть весь день бери эти палочки, строгай там, что угодно там, эту щепу накалывай. Ничего с рукой не случится. А был у меня ножик спайдерка. Ой, спайдерка. Из Изула. Ну, я посмотрел видео, где там чувак такой вот брус берёт и перестругивает там этим спайдером. Но он в тактической перчатке был. А я взял, одел обычную рабочую перчатку на даче, думаю, ну, сейчас проверю. И раз, сижу, строгаю. Потом просто у меня вот тут такая мозоль, которая недели две сходила. Просто мне после этого даже нож в руки брать расхотелось. Хотя, безусловно, ножик интересный. Ну, кто-то скажет, что он EDC, конечно. Ну, не знаю, ребят. На мой взгляд, для EDC, ну, в принципе, всё равно должна быть какая-то геометрия. Вот бак 110-ый, хоть у него и много каких-то... нету того, что в современных ножах есть. Но вот он выигрывает реально, благодаря своей экономике. Удобно. Даже вот, ну, как бы, спайдерка, манникс, да, тут все эти чойлы есть, насечки. блин, ну, это неудобно. Ну, очень удобная, на самом деле, геометрия рукояти с современным складных ножей, это вот Antair Red 1. Ну, одна из причин её популярности. Почему, во-первых, тут все грани хорошо очень скруглены, даже вот тут на манниксе они хоть и закруглены, но не так сильно. И, во-вторых, она не имеет каких-то резких таких форм, излишних насечек. Ой, G10. Пластик тут также такой, без излишних насечек. И поэтому она удобно сидит в руке. Хотя, несмотря на это, делал я тесты, когда сейчас тоже куда-нибудь сюда, сюда или сюда добавлю ссылочку. Как я строгал тесты и вот этими ножами моря. И, в общем-то, Antair Red 1 в сравнении с баком 110. И что я могу сказать-то, друзья? Я сначала работал морами, поработал всё, как бы, строгал там достаточно твёрдую DVC, но потом просто взял Antair Red 1 начал строгать. И, ну вот тут не очень этот лайнер, не сказать, что сильно выпирает прямо вот этот вот. Но настолько это всё было неудобно после ножей с хорошей эргономикой рукояти. Ну, то есть, ребят, мало того, что должен быть клинок хороший, это в первую очередь удачная геометрия клинка. Во вторую очередь должна быть удобная рукоять. Даже пинелька, ну, тоже его что-то все многие критикуют, просто берёшь руку и ладонь он удобно очень заполняет всё вообще милое дело. Тут, в принципе, наиболее удачные тоже эргономики рукояти. Даже вот, например, у Сентинеля вроде вот тут выпирает вот этот вот флажочек, чтобы складывать нож, собственно говоря. Но, ребят, посмотрите, многие писали, чтобы клипсу вот сюда переставили вниз наоборот. А вот я беру его, вот мы берём нож у нас как бы рука-то вот где сгибается в этом месте она не плоская. Её гораздо удобнее объёмные вещи какие-то удерживать. И вот как раз благодаря этой клипсе вот это вот вот этот вот лайнер, в принципе, в руку не впивается. Ну, достаточно грамотное решение, кстати, скажу я вам. Также вот, в принципе, какие-то уже двухрядные электроиноксы. Хоть у них и, конечно, вот эти дополнительные инструменты не добавляют эргономики, но благодаря ширине рукояти достаточно удобно это всё. Ну, то есть, если мы решили, что основным параметром в зависимости от поставленных перед ножом задач является геометрия клинка, то вторым по важности параметром является эргономика рукояти. Очень важный параметр, тоже смотрелые ножи, ну, современные в основном, вот эти складишочки, все там, куча всяких разных, не буду называть фирмы, прошу прощения, но покакать хочется, реально, настолько, ну, думаешь, о чём вообще конструктор думал, совершенно неудобные рукояти. Так, ну что ж, мы приблизились к третьему параметру, и третий параметр у нас является, третьим параметром по важности, это качество изготовления и безопасность. Ну, тут, я думаю, может возникнуть вопрос, почему безопасность, мне кажется, безопасность должна быть на первом месте. Ну, тут я отвечу, как бы я давно не видел таких откровенно опасных ножей, ну, чтобы их эксплуатация как-то была связана с каким-то риском получить травму, в общем-то, ножи такие. Ну, представьте, будет там, например, хвостовик море, например, на, там, 3 мм рукоять вставлен, будете резать им что-то, клинок отвалится, нанесёт вам травму, или замок будет совсем уж какой-то хилый, что, как бы, может просто не выдержать, клинок сложится. Ну, в общем-то, безопасность. Также и качество изготовления, если, например, на рукояти, ну, вот, не обязательно, как бы, у этого ножа всё нормально, а будут какие-то тут следы литья, там, может, просто как-то неудобно всё это быть, будут, например, какие-то подводы кайвые, тоже будет он плохо резать, качество заточки, хотя, конечно, заточку можно подправить, будет как-то некачественно всё это собрано, сделано, в принципе, удовольствие от ножа вы не получите, а если нож будет ещё и небезопасный, то можете получить травму. Четвёртый параметр у нас, это удобство переноски. В принципе, удобство переноски особенно важно для каких-то EDC-ножей, например, этому ножу можно, простите, какой-то клиночек такой короткий достаточно, в принципе, рукоять такого-то бреточного типа, за то, что у него есть хорошая клипса, но уже достаточно лёгкий, его удобно будет носить. С другой стороны есть, он бак 110, ну, к нему, в принципе, чехол есть такой вот, в общем-то, создатель его подумал о нас. Ну, и также, например, таких вот у фикситов каких-то ножны есть какие-то, ну, то есть, в общем-то, нож должен ещё и удобно носиться, если вы не сможете нож удобно носить как-то в переноске, то тоже это может испортить вам настроение и, в общем-то, сделать нож непригодным какому-то использованию. И пятый параметр, это уже идут материалы. Ну, почему материалы я поставил на последнее место сейчас, как-то модно гнаться за сталями, за G10, кстати, тут даже нету у меня ножа из G10, тут у нас фарен пластик, тут нейлон, тут, как же он называется-то, забыл я название, но тоже пластик какой-то обычный, нету у меня, в общем-то, сейчас тут даже ножа G10, да и что-то в коллекции, по-моему, нету ничего. В общем, что хочу сказать-то, собственно, ну, скажите, там, как это, неважно, материалы изготовления, как же там, стали, вот это всё. Ну, вот смотрите, есть, например, у Викторинекса вот эта вот нержавейка, такая самая простенькая, ну, что тут, опять же, возвращаемся к параметру качества изготовления, они её термичат стабильно, понимаете, и благодаря тому, что термообработка у них стабильная, в принципе, хочется эти ножи покупать, зная, что можно взять там несколько ножей из разных годов выпуска, из разных партий, и будет одинаково сталь это резать, и, в общем-то, мы будем знать какие-то основные её параметры, при этом, ну, вот, даже, например, смотрите, ну, вот, есть ножик, да, сталь АУС-8, да, в общем-то, хорошая сталь, достаточно, но будете вы, например, продукт резать, да, я держу, порез, что, если уж вам надо, как-то будет по продуктам серьёзно работать, вы вот эту вот штуку возьмёте, и замечательно порежете, благодаря тому, что тут и геометрия способствует клинка, и в руке, в принципе, нож удобен, и не так уж и важно, что тут сталь какая-то, в принципе, ребят, мы сталью режем, ножом вообще режем какие-то материалы, которые мягче стали, для которых нож предназначен, в принципе, понятно, медь тоже мягче стали, но нож для них не предназначен, жесть мягче стали, нож для них не предназначен, и поэтому, не так уж и важно, что какая-то твёрдая, я не говорю сейчас про откровенные пластилины, мне тоже давно уже такие стали откровенно мягкие не попадались, в принципе, на словомельных ножах как-то сейчас уже каких-то таких серьезных проблем с этим нету, чтобы совсем уж эта сталь такая мягкая прямо ну и в общем-то получается, что в принципе ну все равно мы так или иначе ножом режем вещи, которые мягче ножа продукты, дерево строгаем и прочее, ну и в принципе не так уж и важно, сталь главное, чтобы она была хорошо термообработана например, вот этот вот бак 110 у него 420 сталь хоть она и хайкарбон, но это все равно 420 сталь, ну и в принципе ребят, я не могу сказать, что вот это АУС-8, которая тоже достаточно неплохая на антаре, это один в общем-то, на вот колл стиле как-то достаточно лучше, вот считается вообще, что 420 хайкарбон, особенно полу-босса соответствует стали АУС-6, ну я бы даже не сказал, я не знаю мне кажется, ну вернемся, ладно ну вот, как бы сталь туда АУС-8, ну а вот дерево будете выстрогать что-то по дереву работать, что вы возьмете? вы возьмете мору, потому что она эргономичная, и клинок у нее специально предназначен, в общем-то для строгания дерева, и лучше она подходит для этих задач в принципе, поэтому смотрите, видите на самом деле, в первую очередь играет геометрия клинка роль и эргономика рукояти, чем даже вот сталь какая-то ну в общем-то, конечно, приятно сейчас иметь какие-то стали модные, хорошие но не всегда это так важно в принципе ножом мы все равно режем вещи, которые мягче стали опять же повторюсь поэтому важно качество обработки то, как сталь закалена собственно говоря ну ладно, что же, давайте резюмировать уже первый, наиболее важный параметр это геометрия клинка если нож имеет хорошую геометрию клинка вы так или иначе что-то сможете им поездить также этот параметр, конечно зависит еще и вот задач, которую вы ставите перед ножом так что тут разная геометрия для разных в общем-то ножей второй не менее важный я даже не могу сказать что важнее эргономика рукояти не менее важно, чем геометрия клинка можно сказать, что даже практически эти параметры одинаковы ну то есть то, насколько удобно он будет работать ножом, будет ли он наминать руку и сможете ли вы как бы я понимаю, что в принципе чтобы какую-то там ниточку отрезать раз достал нож, ниточку отрезал в общем-то ничего в этом такого нету а вот чтобы здесь надолго как-то работать, серьезно работать не то, что там какой-то и дисишничек достали, там проигрались вскрыли там пакет каких-нибудь сухариков сникерс вскрыли там какую-нибудь коробку с соком открыли а именно что работать то есть эргономика рукояти имеет очень-очень важное значение на самом деле сейчас просто я смотрю столько современных ножей с такими эргономиками мягко говоря, странными что вообще так, третий по степени важности параметр это качество изготовления ну, оно же качество и гринда клинка и термообработки стали сюда входит и как бы сама обработка рукояти все вот это и безопасность ножа то есть тоже если нож будет небезопасен понятно, что вы его не будете использовать ну, так как давно не видел я каких-то откровенно небезопасных ножей поэтому я вот на третье место этот параметр поставил четвертый параметр это удобство переноски потому как в принципе некоторыми ножами особенно вот EDC какие-то походные мы их больше носим чем в общем-то работаем ими ну, так как в принципе я тоже откровенно неудобных переноски ножей не видел ну, даже вот бак он весит он много ну, особо в городе вот у меня его как-то не обламывает взять с собой в город на дачу понятно, в поход я другие ножи буду брать они и полегче и попригоднее для погодных походных условий ну, на самом деле тоже достаточно важный параметр именно удобство переноски ну, и пятый параметр уже материалы ну, тут как бы дело вкуса давно я не видел откровенно пластилинных стали на ножах ну, понятно, что можно совсем там дешевки какие-то взять и, в общем-то, как-то ну, увидеть там какие-то пластилиновые стали ну, и в принципе на рукоятих в общем начиная от резины которые так любят критиковать почему-то на море что она подтекет не знаю у меня нож такой же точно на даче Тайгода и фост в гриву грубо говоря и никаких проблем ну, в общем-то тоже каких-то проблем с материалами я не видел ну, тут это больше дело вкуса в общем-то можно сказать что все эти пять параметров являются одинаково важными в общем-то вишенка на торте красавчик ну стало мне сложно ножи выбирать ну, кое-что я все-таки присмотрел это будет не викторинокс как вы могли бы подумать хотя у меня я из модельного ряда викторинокса смогу штук 10 интересных мне моделей выбрать сделать обзоры так или иначе викторинокса все равно будут появляться на моем канале ну, и венгеры наверное какие-то надеюсь ну, по-любому что-то обзорить мы будем ну, сейчас мне и это даже не складной нож это фиксит но не моро мне вообще этот ножик так понравился не буду сейчас говорить какой ну, вот возьму думаю к концу августа сделаю обзорчик если все будет хорошо то достойное место в коллекции возьмет займет этот нож ну, ладно, ребят в общем-то на этом я с вами прощаюсь желаю всем все благ всего наилучшего спасибо за внимание